Слава Украине! Приветствую от Полонского. Так, наши любимые рубрики потери российско-фашистских войск в Украине. Потери классные, хорошие, радостные, поэтому, ребятки, так держать. Значит, давайте в двух словах расскажем, где оно у них получается хуже всего. Опять, все то же самое. Значит, смотрите, это Бахмут, где они и в самом городе пытаются пройти с нулевым эффектом и на юг, и на север, от него пытаются охватить с двух сторон город. Продвижение ноль. Положено солдат немерено. Продолжаются какие-то совершенно сумасшедшие попытки штурма в лоб. Причем, знаете, я вот этого и не очень понимаю, как это можно делать, но штурма в лоб через те же самые коридоры, по которым они пытались штурмовать вчера. Но это можно делать то ли полный идиот, то ли тот, кто хочет уничтожить свой личный состав. По-другому я как-то просто не могу объяснить, потому что, ну, если у тебя вчера там 150 человек, грубо говоря, и видео полно об этом, ну, тут уже не о чем говорить. Если ты, грубо говоря, положил там 150 человек своих, и сегодня гонишь туда опять, и ночью тоже погнал, то как это вот можно расценить, ну, я не могу этого объяснить. Зачем они, зачем они утилизируют своих чмобиков? Ну, видимо, в этом какая-то есть цель для Путина, я не знаю, может. Может, в этом и есть цель войны. Тут такое дело. Надо понять, что он хочет от войны. То ли захватить Украину, или оставить Россию без мужского населения, или там ее дальневосточную часть. Кстати, может быть, может, дедушка, дядюшка Си попросил его там немножко посодействовать, ну, чтобы меньше было. Чтобы не было кому ерепениться, когда китайские войска зайдут с братской помощью в братскую Сибирь. Может и так. Тут такое. Я не могу этого объяснить в любом случае. Продолжаются вот эти дергания какие-то под Бахмутом, и тоже такие же дергания под Угледаром, где они каждый день несут все больше потерь, с абсолютно бессмыс... вообще бессмысленно. То есть, они едут, вот вчера их кондропупнули на какой-то дороге. Что вы думаете, там, допустим, 10 танков разбили. Они сегодня на эту же дорогу выкатывают еще 10, эти 10 едут по этой же дороге, их опять кондропупят просто рядом с теми остатками танков, которые там стоят. Что они делают? Через 2 часа они едут туда же. Объяснить это я не могу. Я не знаю, как это... Ну, вот как это объяснять? Не знаю. Вот. То есть, Бахмут, продвижение нет, Угледар, продвижение, понятное дело, давным-давно нет. Попытались они что-то там под Кременной подергаться, тоже у них сейчас там все застопорилось. Под Сватова подергались, подергались, полдня потухли. Ну, тоже абсолютно картина такая же, как Бахмутом. Они пытаются огромным количеством личного состава продавить нашу оборону. Наши гасят, естественно, да, но бежит на тебя там 250 одновременно обезьян с автоматами. Приходится как-то с этим вот работать. Работают, работают, да. Давайте посмотрим по потерям, по цифрам. Итак, за вчерашний день 900 у контрапупленных оккупантов всего по фронту. Это такое, близко к рекордному. Вчера был рекорд 1140, по-моему. По-моему, даже 1140, я не припомню, такого февраль и март. Не припомню. По-моему, и не было даже столько за один день. По-моему, это был абсолютно рекорд вчера. Вот. То есть, но в принципе, потери очень сходные с тем, что у них были вот ровно год назад, когда они напали. Да. Так вот, всего 137 780 двухсотых оккупантов. Да. Не знаю, как это комментировать. Дальше поехали. По танкам. За вчерашний день, урожайный день, накосили 13 штук. Всего 3280. Они пытались, видите, при помощи танков как-то обходить нас кольцо, кольцо, как они там задумывают. Причем, понимаете, то, что они задумывают, оно настолько очевидно, что у меня такое впечатление, что это все делают олигофрены. то есть, любой ход, любой абсолютно, он читается не то, что офицером, он читается школьником или там, я не знаю, курсантом первого курса. Ну, это видно, это видно, что вы будете делать. Посмотрел на карту, а ну, понятно, вот его, точно. Погнал, чмобиков, 500 штук сразу туда, только, та-та-та-та, все лежат. Ну, что он будет делать? Ну, не, она же пойдет где-то с другой стороны, как-то попытается что-то по-другому. Не, то же самое, долина, туда же, еще 500 чмобиков, та-та-та, все лежат. Как так можно, я не знаю. Идиоты. Дальше, по боевым бронированным машинам, 14 штук за вчерашний день, тоже довольно урожайно, всего 6488. И наши начали активно отрабатывать их артиллерию, надо ее, пора ее ныщить, она уже всех задолбала, потому что пушек у них много, они, да, они в основном старые, там, Д-1, Д-20, Д-30, это, ну, новая артиллерия, это тяжело назвать, но, тем не менее, она же плюет со снарядами, пускай не очень точно, пускай не на очень большое расстояние, но, но, да, они наносят нам еще и какой ущерб, соответственно, и по ним сейчас работают очень активно, вот за вчерашний день у Кондропупеля 17 артиллерийских орудий, всего 2287, это хорошо, и у Кондропупеля 2 системы РСЗО, всего 465, я не знаю, то ли Града, то ли Ураган, то ли чего побольше, это мне неизвестно пока что, дальше, вчера был сбит один самолет, это Су-25, Су-25, те, что обычно у них избиваются, другие, они боятся использовать, но, видимо, эти самые дешевые, вот, всего 296 самолетов, и 286 вертолетов, за вчерашний же день нащелкали сразу 10, 10 беспилотников, по-моему, все 10 крас-шахеды, дело в том, что они вчера активнейшим образом их пытались, вчера подвечь, что помните, да, было, что они их послали там в Днепропетровскую область, в Запорожской области они были, и, по-моему, в Херсон, да, в Херсонской области тоже сбили одного, то есть, я не слышал о попаданиях, возможно, были, но, по-моему, там как раз попадания были от ракет С-300, которыми они пульнули по Харькову и в очередной раз по Запорожской области, я не знаю, в Днепре и в области, вот тут мне неизвестно, упал где-то там, шахед нанес, какой-то ущерб или нет, но, насколько я знаю, вот там периодично, вчера где-то до часу ночи всех позбивали, возможно, я ни о чем-то не знаю, но в любом случае, 10 штук за вчерашний день, перешли наши отметки в 2000, 2007, беспилотников у Путина, у Кондропублина. Дальше, по автотехнике и цистерны с горючисмазочными, за вчерашний день 14 штук, все 5148, ну так, нормально идем, на автотранспорте, понятное дело, они перевозят львиную долю сейчас своих боеприпасов, продовольствия и так далее, и так далее, потому что поезда не могут подойти ближе 80 километров, скоро не смогут подойти ближе 150 километров, подождем немножко, так что вот в основном, на этих своих древних, никуда не годных грузовиках все возят. И за вчерашний же день уничтожена одна единица спецтехники, по-моему, это была как раз инженерная машина по разминированию, это такая большая дура, которая плюется там, приблизительно на километр вперед, плюется огромным количеством динамита, который потом взрывается, проделывает, соответственно, ход в минных полях, вот такая штука была уничтожена, соответственно, сделать еще одну такую, у Путина проблема, не с чего, санкции, санкции, которые полезны, так что вот так вот, ребятки, ну что, в общем и целом, продолжается предыдущая картина, вот это распиаренное расистское наступление, оно уже идет, мы его видим прямо сейчас, как говорится, в прямом эфире, пока что Путину и его банде, оно никаких дивидендов не принесло, единственное, кроме того, что если там, я же говорю, задача другая, избавиться там, допустим, от мужского населения Сибири, то в принципе, тут, да, тут у них все получается, и даже идет с опережением плана. Слава Украине!